всем привет сегодня у нас 1 июля выехали по земляничку или по клубничку или собираем лесную клубничку помаленьку время уже правда вечер 5 часов а сейчас мы поехали по клубничку 4 часа поехали маленько пособирали что тоже еще кроме нас есть люди вот такая здесь красота ну вот помаленьку пособирали в два ведра сашу да я вот так вот ягодка крупная хорошая сейчас немного пособираем и поедем домой дальше уже перебирать завтра возможно уже с детьми съедим саша на работу поедет а мы уже с детьми съездим если что-то еще останется всяко-разно будет тут еще собирать и собирать в общем ну в общем продолжаем собирать дальше вот такая вот клубничка в общем уже более-менее такая уже есть и переспевшие есть еще немного недоспевшие ну это хорошо в общем собираем дальше здесь очень много разных трав красота такая вкусно пахнет там не одуванчики там эти ромашки прям такое ромашковое поле красивое красота какая ягодки висят такие вот прямо берем и гроздями срываем народу много просто уже прошли здесь вот единственное место здесь где много ягоды клубнички вот такой и она при этом очень крупная да для клубники это прям вообще крупные грозди так что поменьше будем сушить что-то сушить в общем что-то на джем будем делать а то что покрупнее переберем сразу чтоб сок пока не дала и уже будем варить варенье вот такая в общем красота здесь ветерок обдувает хорошо насекомых мало в общем то вот такие грозди висят красота очень крупная клубничка и очень приятно во первых собирать и она очень быстро при этом набирается дети отказались с нами ехать мы думали так съездим на разведку этот народ уже собирает вовсю много уже пособирали ну вот мы с сашей так вот съездили на разведку чуть больше пол ведра яда саша также набрал в общем работы будет теперь на всю ночь детей обрадую на улицу соберутся могут перебирать ягодку вот так в общем собираем дальше вот посмотрите какая красота вот эта красота вот там грозди какие обалденные так вот а вы уже собираете ягодку мы сейчас собираем клубничку потом будем собирать черную смородину после клубнички как раз подойдет тоже в лесочке ну а потом и грибочки подойдут будем грибочки собирать а вот собираем ягодку ну в общем на сегодня закончили по сбору ягод саша вот набрал 9 литров я маленько поменьше 7 литров завтра до завтра с утра с детьми уже съездим вместе и и по собираем еще такая здесь красота при поле такое цветы разные сейчас еще кстати там такое хорошее начале ромашковое поле красивая поснимаем друзья доехали мы до ромашек как и обещали поснимаем вот такие еще цветочка тут есть вот такая красота много-много ромашек тут иван чай тоже есть маленько вот они красавицы можем и на выезде дорожка тут рядом все едем домой друзья вот саша сходил собрал кислицу с детьми в лесок тут недалеко набрали не пол ведерка вот здесь у меня еще есть я просто промыла чтобы это хотела перебрать сварить варенье а потом вспомнила что у меня же есть соковыжималка и решила буду делать джемска выжималка у меня простенькая такая из разных этих просто открывается здесь вот перетирается а сюда сбрасывается уже косточки там кожура то что листики там веточки попадаются ну в общем сейчас покажу его в работе а здесь подставляется кувшин и в него уже стекает сама мякоть и сок ну в общем сейчас покажу насыплю сейчас сюда ягоды ягоду насыпаю полную вмещается сюда много ягоду кстати насобирали вот вместе с жимовостью вот это вот это лесная таежная жимовость она очень горькая такая сначала сладкая а потом у нее такой прям горький привкус не знаю она мне почему-то никогда не нравилась но она очень полезная у меня мама раньше и всегда пила в виде сиропа либо так по ложечке от давления потом как-то перестали и забыли про нее совсем но сейчас вот саша с детьми ходили и вот наткнулись была там голубика и вот жимовость я попробовала сразу узнала по горькому вкусу голубики правда я тут не увидела саша говорит что тоже есть но пока я ее не увидела складываю прямо вот с листиками с веточками все что не нужно это все отбросится сразу в корзину для мусора вот в общем вот столько накладываю просто вставляю сюда вот этот вот пресс или как он называется в общем и включаю на первую скорость так что-то не работает вот так вот быстренько оно все сливается такой вот получается сироп но он больше с мякотью сислица очень хорошо перетирается на соковыжималке здесь практически ничего не осталось и вот то что там остается я потом перетру еще на два раза теперь снова все закладываю и так же это все перетираю вот в общем то можно сказать что одна тарелка здесь два с половиной литра ушла за три раза ну вот это вот второй раз я сейчас и вот это на третий раз уже вот так она быстро прогнала сок сейчас весь сбежит ее можно в принципе отключать она и так вся сбежит обрабатываю кислоту до тех пор пока не останутся практически одни косточки но это я вам сейчас покажу сейчас эту докручу и уже покажу что от нее останется ну вот переработала я ягоду получилось у меня полный кувшин тут литр 250 это только с ягоды ягоды было примерно около пяти литров и сейчас будем уже перекладывать то что находится в самом сборщике вот так вот переработалась ягода и вот я буду перекручивать еще пару раз тут останутся практически одни косточки ну сейчас вам покажу вот в общем перевожила получились вот такие вот косточки есть тут еще много мякоти вон сколько соку еще это в общем буду сейчас перекручивать по новой также это все закладываю сюда и буду уже еще на раз прокручивать но вот этих костей уже пойдет такой более густой сироп не как вот первый раз ягод там практически вышла одна водичка а тут уже будет идти такой более густой также накладывают полную потому что мякоти тут еще много сколько и соку и мякоти дождей было много поэтому ягода очень сочная все так же ставлю сверху пресс в общем с пяти килограмм должно получиться примерно два с половиной около трех литров варенья ну это будет уже не варенье а джем кисличный ну либо красной смородины кому как нравится в общем мы ее называем кислица кто-то называет красная смородина в прошлом году мы не успели ее пособирать потому что она вся осыпалась не было времени сходить но в этом году уже тоже вот по остаткам потому что шли и дожди и ветра сильные скорее всего тоже осыпалось ну хоть немного в принципе набрали сегодня у нас уже 1 июля и поэтому вообще закислиться надо идти после двадцатых чисел июня таким же образом я перерабатываю и черную смородину и клубнику делаю джем с черной смородины с клубничный джем именно вот лесной клубнички крупную мы еще выбираем а то что вот помельче уже перекручиваем на соковыжималки получается очень замечательный такой джем он получается насыщенный такой прям ярко выраженный вкус ну в общем очень вкусно попробуйте так приготовить вот после второго раза получается уже более такие косточки сухие вот так вот они выглядят но еще есть мякоть в общем поэтому еще на раз я прокручу но вот эту штучку ее лучше снять и промыть сейчас я сниму вот в общем друзья пропустила я еще на раз косточки стали такие уже более сухие промыла вот эту сеточку и получилось у меня еще вот пол кувшина сейчас точно скажу сколько здесь почти 750 миллиграмм в общем это я сейчас процежу через ситечко потому что там попали косточки одной рукой неудобно но сейчас попробую в общем вот в общем процедила получилось еще вот столько косточек это я сейчас перевожу в эту тарелку ну и здесь у нас получилось уже два литра вот такого вот сиропа кислицу я буду варить примерно так здесь у нас получается два литра сиропа я буду сыпать сюда три килограмма сахара в общем получается один к полтора или полутора вот так получается тогда замечательный густой джем и очень вкусный все продолжаю прокручивать косточки вот эти еще на раз сейчас пропущу и все на этом вот пропустила я еще на два раза потому что вот здесь у меня еще собирались косточки а это означает что в них есть еще влага и вот пропустила еще на раз и уже вот эти косточки все они уже улетели сюда в мусор в бачок вот этот косточки практически остались сухие сейчас вам покажу как это выглядит вот такие остались косточки сейчас переложу их сюда вот они рассыпаются вот практически осталась одна кожура и косточки с веточками все влаги в них больше нет и поэтому отжимать здесь просто уже бессмысленно получилось у меня в принципе еще вот 250 миллиграмм так не 250 а 500 миллиграмм ну в общей сложности два с половиной литра вышло у меня почти ну где-то четыре с половиной литра было ягоды и два с половиной литра вышло у меня вот вот такой вот сиропчик сейчас его тоже на всякий случай процежу через ситечка чтобы там не попали косточки и уже буду ставить варить джем в общем получилось у меня сиропа два с половиной литра и теперь сюда я буду насыпать три килограмма три с половиной три семьсот килограмма сахара вот это я засыпала пока только полтора килограмма сейчас перемешаю немного и засыплю уже остальной сахар и дам немного ему постоять а потом уже буду его варить досыпала остатки сахара теперь хорошо перемешаем получилось у меня почти полная кастрюля посмотрим сколько получится джема вот такой он красивый получается цвет такой у него красивый и аромат конечно тоже идет очень приятный ну все в общем сахар я размешала теперь накрою его крышкой и дам ему постоять примерно пару часов а потом буду уже дальше его варить и так и так 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 Продолжение следует...